Арцахум. Жавы тасныюцны. В эфире новостная программа Арцах. Здравствуйте! С основными новостями дня 7 июня в студии Ольга Григорян. Сегодня в нашей программе. Президент Араик Арутинян провел заседание совбеза в расширенном составе. Начальник полиции республики подвел итоги специальных мероприятий, проведенных ведомством. Невозможно достичь урегулирования без учета мнений армян Карабаха. Выставка арцахского художника откроется сегодня в Москве. Об этом и о многом другом более подробно. Президент республики Араик Арутинян провел вчера заседание совбеза в расширенном составе с участием руководителей и заместителей силовых структур. Как сообщили из аппарата президента, были обсуждены вопросы внутренней безопасности, а также возможности противостояния вызовам. Арутинян распорядился продолжать борьбу с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, проводить широкомасштабные оперативно-разведывательные мероприятия по просечению попыток потенциальных преступных групп. Кроме того, поставлена задача по выявлению круга лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, нарушающих общественный порядок. В частности, Араик Арутинян отметил необходимость проведения с ними разъяснительной работы, принятия административных мер. Президент также призвал силовые структуры действовать в рамках закона, неукоснительно соблюдать права и свободы человека, закрепленные в Конституции, должным образом реагировать на любые сигналы защитника прав человека республики о нарушениях прав. Кроме того, глава государства также отметил важное содействие повышению авторитета государственной системы, формированию и роста общественного доверия к силовым структурам, говорится в сообщении. Результаты специальных мероприятий, проведенных полицией, подвел начальник полиции МВД полковник Артем Арутинян. Об этом сообщили в полиции Министерства внутренних дел Республики Арцах. Согласно поручению, данному на заседании Совета безопасности президента Республики Арцах, в течение мая-июня полиции Министерства внутренних дел были организованы и проведены специальные мероприятия, в ходе которых выявлено 738 правонарушений в сфере обеспечения дорожного движения. На особо охраняемые территории дорожной полиции доставлены 129 транспортных средств. Во время специальных мероприятий также было обнаружено определенное количество оружия и боеприпасов, а также определенное количество наркотиков, говорится в сообщении. Под председательством главы МИД Армении Арарата Мирзаяна 10 июня в Ереване состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности, в котором примет участие генеральный секретарь УДКБ Станислав Зась. Пресс-служба УДКБ сообщила, что главы дипломатических ведомств обсудят состояние международной и региональной безопасности и ее влияние на безопасность государств-членов организации. На Южном Кавказе продолжает сохраняться напряженность, хотя в армяно-азербайджанском переговорном процессе замечается прогресс. Об этом на заседании парламентской ассамблеи ОДКБ в Ереване заявил вчера генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. По его словам, успешное завершение демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном может внести большой вклад в укрепление безопасности всего региона. Сложившихся в Еразийском регионе сложных условиях генеральный секретарь ОДКБ видит необходимость в сплочении государств-членов организации, а также в проведении комплексных мероприятий по дальнейшему развитию деятельности во внешнеполитических отношениях, укреплению обороны, совершенствованию сил кризисного реагирования с целью противодействия современным вызовам и угрозам. В Айодзорской области Армении сегодня утром на 127-м километре дороги Ереван-Мегри произошло чрезвычайное происшествие – перевернулся грузовик «ХамАЗ». Как сообщают Минобороны Армении, в грузовике с номерными знаками Министерства обороны находились 11 солдат, которые с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы. Угрозы жизни пострадавших нет. Также сообщается, что обстоятельства ДТП выясняются. По факту происшедшего подготавливаются материалы. Минобороны сообщили, что жизни пострадавших ДТП армянских военных ничего не угрожает. Одного солдата перелом ребра, остальные отделались царапинами, говорится в сообщении. Глава МИД Республики Арцах Давид Бабаян прокомментировал заявление специального представителя Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойву Клаара о том, что невозможно достичь урегулирования без учета мнения армян Карабаха. В эфире «РусАрм.Инфо» Бабаян заявил, что разные страны по разным вопросам, в том числе и по карабахскому конфликту, имеют свои интересы. И то, что говорит Тойву Клаар о том, что без учета мнения армян Карабаха невозможно решить этот вопрос, он озвучивает реалистичный подход, сказал Бабаян. Мы должны сохранять принципиальность даже в самой сложной ситуации, и эта принципиальность учитывается. Министр иностранных дел также подчеркнул, что даже если весь мир будет выступать за вхождение Карабаха в состав Азербайджана, а население будет против, то никто не сможет изменить их позицию. Ранее спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойву Клаар в интервью «Радио Свободы» заявил о том, что невозможно достичь урегулирования без учета мнения армян Карабаха. По его словам, для справедливого и прочного мира должно быть обсуждение всех основных вопросов с участием всех заинтересованных сторон. Армяне Карабаха являются одной из сторон, и они должны быть частью решения, что бы ни случилось. Он также отметил, что сообщения, полученные из Еревана и Баку, были положительными, и выразил уверенность, что встреча в Брюсселе дала определенные результаты. Как сообщили из Белого дома, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с руководителем аппарата президента Азербайджана Хакметом Хаджиевым и подтвердил приверженность Соединенных Штатов миру безопасности и процветанию на Южном Кавказе. От имени Соединенных Штатов Салливан выразил готовность тесно сотрудничать и поддерживать прогресс в этом процессе различными способами, в том числе и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Начальник оперативного штаба правительства Республики Арцах в Армении Микаэл Виробян принял вчера председателя Комитета по жилищным вопросам Республики Армена Мангасаряна. Как сообщили из оперативного штаба правительства Республики Арцах в Армении, стороны обсудили процесс предоставления квартир временно находящимся в Армении вынужденным переселенцам из Арцаха, предоставление квартир в первоочередном порядке, после чего коснулись дальнейших шагов, направленных на их решение. Начальник оперативного штаба Виробян передал необходимую информацию о перемещенных лицах председателю жилищного комитета Республики Арцах. Также была отмечена и важность подобных встреч, и выражена надежда, что в ближайшее время работа достигнет своего логического завершения. Есть сведения, что Азербайджан хочет обратиться к российской стороне, чтобы заменить армянских священнослужителей до диванка на представителей епархии Российской Церкви в Баку. Об этом в национальной программе Арцах заявил глава Арцахской епархии Армянской апостольской церкви епископ Вартанес Абрамян. Отметив, что это полностью созвучно, сегодняшней политики Азербайджана, который делает все, чтобы притворить в жизнь свои замыслы и вывести наших священнослужителей и до диванка. Он уверен, что Русская Православная Церковь не поддастся на эти попытки. Глава Арцахской епархии также сообщил, что ведутся интенсивные переговоры по восстановлению доступа армянских паломников до диванк. Глава Аскеранской районной администрации Гамлет Апресян провел совещание с участием ответственных работников администрации, начальника Аскеранского районного управления МЧС МВД Республики Арама Асряна и с участием агрономов-специалистов района. Как сообщает Аскеранская газета «Берт», обсуждались вопросы сбора урожая, зерновых культур, сенокоса и противопожарной защиты. Было дано указание собрать урожай без потерь, соблюдать все правила пожарной безопасности, а также провести разъяснительную работу в этом направлении среди населения. Глава районной администрации дал соответствующие поручения, говорится в сообщении. Россия сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Кыргызстаном. Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, согласно которому отменяются все коронавирусные ограничения. В 1947 году в Шуши в большой семье архитектора. Получил образование в Красноярском институте коммунального хозяйства, а после возвращения преподавал в городской спортивной школе. Как сообщается на сайте организаторов, на выставке, которая продлится с 8 июня по 10 июля, будет представлено более 60 живописных работ художника из Степана Керта, не получившего никакого художественного образования и умершего в 2019 году в своем городе. Работы Петросяна находятся в собраниях российских музеев, регулярно выставляются в столичных галереях и участвуют в аукционах. 9 июня в Перми пройдет фестиваль национальных культур, где представители армянской общины в числе других 14 общественных объединений представят свою культуру. Как сообщили в прислужбе администрации города, мероприятие начнется с мастер-классов, на которых гости и участники мероприятия познакомиться с удобностями армянского, еврейского, башкирского рукоделия, традициями плетения народов Средней Азии, а также с корейской и грузинской каллиграфией. Творческие коллективы национально-культурных организаций примут участие также в концертной программе, подготовленной администрацией города. Наш эфир подошел к концу. В заключении выпуска послушайте информацию о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра 8 июня на территории республики будет переменная облачность. Во второй половине дня в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами возможен град. Ветер юго-западный 2,5 метра в секунду. Во время грозы ожидается усиление ветра до 18-23. Температура воздуха ночью плюс 17-19, днем 30-33 градуса тепла. Дорогие радиослушатели, в студии работала Ольга Григорян. Всего доброго.